всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду мне подумалось что возможно многие из вас хотели бы начать дома приготовление разных сырокопченых или варенокопченых деликатесов у вас останавливают мнимые сложности где найти нитритную соль где найти коптильную где вообще в принципе коптить короче мнимые трудности придумывайте вы себе решил сегодня показать примитивнейший до нельзя рецепт свиных ребер варенокопченых слегка враченных легкий аромат дымка я буду готовить без нитритной соли потому что упрощаю рецепт до нельзя поэтому в сыром виде их есть не стоит ботулизм не дремлет а вареном пожалуйста например в гороховом супе это будет вот такая вот штучка в любом случае то что у вас получится это будет на порядок а то иногда вкуснее чем все что вы можете купить сейчас в магазинах коптильня не понадобится дача или свой дом для копчения тоже не понадобится нужен будет холодильник надеюсь он у вас есть все пропорции в описании под роликом и в конце этого видео тоже поехали для начала стоит запастись свиными ребрышками с толстым слоем мяса на них вот такие вполне подойдут в этих кусочках мясо примерно столько же сколько и костей весит эта парочка килограмм значит на мясо приходится 500 граммов на мой вкус для свинины для достаточно жирного мяса идеальная посолка это два процента то есть на килограмм мясного сырья нужно 20 граммов соли мы прикинули что здесь на этот килограмм половина это мясо то есть на эти 500 граммов мяса понадобится 10 граммов соли можно зависеть на точных весах а можно примерно прикинуть чайная ложка без горки это примерно 5 граммов соли я завешу мне не сложно на внутренней поверхности ребер есть пленка обычно и снимают в нашем случае сегодняшнем это не принципиально потому что в любом случае договорились эти ребра перед употреблением варить а значит она размочится для тех что все-таки и 3 тыс уже запасся я эту пленочку сниму не надо есть ребра без нитритной соли приготовленные в сыром виде даже после готовки потому что бутулизм не дремлет вареным можно потому что бутулотоксин даже если здесь есть гладбоктерии кластридиум бутулина бутулотоксин разрешает разрушается при варке так пленочку снимать очень просто подцепляем ножичком вот так вот не очень удобно конечно и снимаем теперь просто натираем соль и оставляем холодильник на просолку на 5-7 дней может даже побольше все очень просто как видите ну так закрою посудину все за эти 5-7 дней соль проникнешь внутрь мяса повысит астматическое давление на стенке клеток некоторые из них полопаются в межклеточное пространство выйдет самая клеточная жидкость которая в том числе белок содержит короче мясо даст сок начнется процесс ферментации улучшение вкуса мяса короче ждем прошла неделя можно продолжать ребра я вынул из холодильника примерно два часа назад сейчас тепловая обработка отправлю в духовку при температуре 85 90 градусов примерно на 30-40 минут режим конвекции включен мне надо их прогреть как минимум до 55 градусов и просушить снаружи естественно пока этот процесс идет подготовлюсь на дно казана лист фольги на нее столовая ложка опилок сверху решетку это будет конечно не полноценное копчение всего лишь придание такого легкого аромата дыма то есть это копчение не позволит вам сохранять долго этот продукт вне холодильника все прогрелось теперь дымим включаю средний нагрев и жду когда из-под крышки казана пойдет дымок после чего убавляю до слабого и выдерживают так пять минут затем выключаю нагрев и не открывая крышку выдерживаю ребра там еще 20-25 минут чтобы уже дым осел на ребрах прошло 25 минут с момента выключения нагрева вот такие ребра у меня получились если бы слой мяса был меньше я бы уже подвесил эти ребрышки день здесь проветриваться часть к на 2 на 4 а после этого убирал в холодильник на хранение но на этих ребрышках мясо довольно много толстенькие кусочки видите так что опять их духовку теперь с паром то есть на дно противень с кипятком и держу их еще час исключенной конвекции при температуре 80 градусов и вот так вот выглядит результат еще теплые ребрышки мягкие уже смотрите вот мягкие вполне себе их еще нужно будет оставить конечно на воздухе проветриваться чтобы они продышались немного часа четыре может быть пять может быть восемь часов после чего отправлять в холодильник хранятся они именно в холодильнике либо в морозильнике на срезе они красивые сейчас увидите на срезе красивые аромат прекрасный прекрасно гороховый суп с такими ребрышками великолепен как видите можно и не нитритка не заводится это естественно вкус у них будет все-таки чуть похуже чем если с нитритной солью солится потому что при посолке нитритной солью появляется запах ветчинности здесь его нет но все равно это прекрасные сочные очень ароматные свиные ребрышки для горохового супов так что пользуйтесь наслаждайтесь и готовьте огромное спасибо за компанию напоминаю промокод фреска позволит вам сэкономить на ножах самура я сейчас пользовался самура альфа а резал на доске от подписчика ведь классная доска и ссылку на его инстаграм да так вот огромное спасибо за компанию за лайки за дизлайки за репост и я надеюсь вам этот рецепт тем из вас то еще не занимался копчением понравился и да еще один момент чтобы не заморачиваться такой коптильней если у вас есть вот такая металлическая сито старенько берете сито так вот промяли его рукой у вас получилась такая вот канавка в эту канавку опилок насыпали яблони еще чего-то которых напилить ножовкой всем чего или электрической китайской циркуляркой моментально напиливается вот и коптите в любом картонном ящике поставили на дно вернее у дно у ящика убрали поставили эту штуку на каменную на плитку хотя бы на керамическую запалили чтобы дым пошел коробкой прикрыли снизу несколько дырек чтобы воздух засасывался сверху несколько дырек чтобы дым выходил и вот такой коробки коптите вы свои ребра для начала потом уже соорудить что-нибудь посерьезнее если вас делать зацепит она вас зацепит огромное спасибо за компанию всем пока